Привет всем! Сегодня я хочу поговорить на очень важную для меня в том числе тему, потому что меня, видите ли, немножко бомбануло. И бомбануло у меня из-за ситуации с главой оргкомитета Олимпийских игр в Токио, Мори. Наверное, я не знаю, может быть кто-то в курсе ситуации, но давайте я её отпишу более-менее подробно, потому что, если вы хотите поподробнее, есть с тобой много интересных материалов на эту тему. Начать, наверное, стоит с того, что в Олимпийском оргкомитете японском 24 члена, и среди них всего 7 женщин. И когда главу оргкомитета этого самого Мори спросили, «Не собираетесь ли вы немножко увеличить количество женщин в вашем комитете?», он высказался в том плане, что это сложно, потому что женщины слишком много болтают. Ну, конкретно он описал ситуацию так. Женщины соперничают между собой, одна поднимает руку, второй тоже нужно сказать, и так они всё говорят, говорят и говорят. Ну, как-то примерно так. Это вызвало, понятное дело, очень неоднозначной реакцией, его обзывали сексистом, и... Реакции просочились уже даже за пределы Японии, наконец-то. Но Мори извинился, ну, так, формально извинился, он даже сам говорил, что, в принципе, не испытывает никакого особого раскаяния по этому поводу, и сказал, что по этому поводу он не собирается так же уходить в отставку. Зачем? 83 года, только начинаю жить. Но при этом ничего не закончилось, протесты продолжались. Волонтёры просто массово отказывались от участия в Олимпиаде. Женщины-парламентарии в Японии выходили на работу в белом, знак протеста. И в конце концов, когда уже мировые лидеры, когда уже очень многие публичные люди стали высказываться в том плане, что нет, это не окей, ненормально, он всё-таки сказал, что уходит в отставку. И, казалось бы, всё закончилось. Но остаётся вопрос, почему так долго, конечно. Хотя, что интересно, даже у меня во френдвенте фейсбучной появились мнения, что, ну, жалко дедушку, ну что ж его так здравили-то. Я не знаю, может быть, люди не совсем представляют себе ситуацию. Давайте попробую объяснить. Для начала про море. Наверное, очень многие люди узнали о нём благодаря скандалу, вот этому самому скандалу. Но в Японии он очень хорошо известен своими высказываниями. Этот человек успел побывать премьер-министром, и в конце его управления его рейтинг одобрения опустился реально ниже Плинтуса, по-моему, там 9% было, что-то около того. Он высказывался насчёт женщин, насчёт всего. То есть это далеко не первые его сексистские высказывания. Было ещё круче, потому что, в общем-то, сексистские высказывания в Японии, поверьте мне, значительно меньше привлекают внимания, чем, например, высказывания о том, что Япония — это страна богов или о божественности императора. А море себе и такое позволял. Потому что это противоречит Конституции, на секундочку. Не, ну, нормально. Было ещё много чего интересного. Я не буду перечислять все его первые, опять же, можете погуглить. Но вот о нём ходит абсолютно замечательный анекдот, который, правда, я считаю, как раз несоветствует истине, но он очень показателен. Значит, у моря планируется встреча с Биллом Клинтоном, и так как он вообще не говорит по-английски, его инструктируют, что давайте вы сначала скажете ему «How are you?», он ответит «I'm fine, thanks, how are you?», и вы тогда ответите ему «Me too». и вот моря встречается с Биллом Клинтоном и говорит ему «Who are you?», на что Билл Клинтон растерян, говорит «Я муж Хиллари Клинтон». И море ему радостно чает «Me too». Конечно, вряд ли этот диалог действительно состоялся, но если человеке рассказывает такие анекдоты, вы можете представить, чего от него, в принципе, ждут. И действительно от него не ждали ничего хорошего на посту премьер-министра. Да и потом он много где отличался. Тем не менее, несмотря на высказывания, несмотря на его весьма контроверсивные взгляды, несмотря на подтверждённые связи с якудзами, он всё равно находился на самом верху японской политической элиты. И остался бы до сих пор. Потому что, в общем-то, его даже премьер-министр суго поддержал, сказал, ну что, извинился человек, всё нормально. В чём же дело? Почему же в этот раз не получилось? Наверное, потому что Олимпиада и так находится под угрозой. И ещё один скандал, связанный с ней, как-то совсем не к месту. То есть даже эти сексистские высказывания ему бы опять сошли с рук, он продолжал бы сидеть, если бы не сложная ситуация. Что, как бы, тоже говорит о степени компетентности моря. Но это ещё не всё. Знаете, что самое интересное? Я думаю, что конкретно насчёт этой ситуации он прав. Да, вот так. Именно так, как он её описал. Я думаю, что это всё правда. Я думаю, что о них действительно говорят именно эти семь членов, которые женщины. Знаете, почему? Почему? Потому что для того, чтобы попасть в Олимпийский комитет, им пришлось пройти через ад. И я думаю, что они, может быть, даже вообще единственные люди в этом Олимпийском комитете, которым всё это интересно, и которые действительно болеют душой за своё дело. Потому что в Японии с гендерным равенством очень-очень плохо. По статистике она находится где-то в самом хвосте. Женщины сталкиваются с дискриминацией в университетах, при приёме на работу, собственно на работе, не получают повышения. И это, в общем-то, даже считается нормально. Потому что всем заправляют вот такие вот море. И, возможно, они это не говорят прямо. Возможно, море, которому 83 года, может сказать это с трибуны, а кто-нибудь другой, наверное, не скажет. Я подозреваю, что пример министр Псуга это вряд ли скажет. Но, скорее всего, он тоже так думает. В то же самое время те, кто говорят, что им очень жалко море, жалейте дедушку, зачем же так с дедушкой, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вам не жалко всех тех специалисток, которые не могут защитить диплом, не могут найти хорошую работу, не получают повышения, потому что женщины слишком много болтают. Эти слова, которые высказал море, это не просто слова. Он руководствуется этим принципом. Именно поэтому в Олимпийском комитете семь женщин. И не только он. Очень многие. Так, может быть, пора уже подать сигнал? Как вы думаете? Я думаю, что пора. Главное, чтобы не забыли. Ну что ж, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok